Нам нужно настроить нашу главную страничку, и поэтому я открыл во второй вкладке виджеты, даже не так. Нам нужно перейти в панель настроить, переходим в панель настроить, Front Page Section, Top Slider. Здесь можем выбрать, ну тут вернее в бесплатной версии один вариант исполнения слайдера и количество слайдов. Можете сколько угодно тут добавлять этих слайдов, я сделаю один слайдер, сейчас этот удалить можно. Так, и вот открываем вот эту панель слайд, нам предлагают загрузить изображение, Applaud Image, ставить, вот. Но на самом деле другое изображение нужно ставить, не очень корректно, красиво, да. И стильная одежда в нашем каталоге, стильная текст, что здесь, где выйдет, здесь, здесь подробнее. И линк, ссылку, ссылку во второй вкладке у нас виджеты открыты. Давайте перейдем на сайт, ну хотя можно было сразу в магазин, каталог, и нужно скопировать страницу каталога. И ставить вот сюда, то есть стильная одежда в нашем каталоге, подробнее. Так, и, 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 единственное изображение нужно другое сейчас подставить. Вот, выбрали этот баннер, ставить запись, вот, отлично, стильная одежда. Так, здесь мы все вставили, и выходим отсюда, и давайте сохраним изменения. Теперь переходим к следующему блоку, здесь Trending Now, блок, то есть мы здесь будем отображать блок джинсы, блок брюки, платья. И enable как слайда, то есть в виде слайда отображать наш каталог, слайд автоплей, и можно показывать. Так, отлично. Теперь выходим отсюда, идем в продукт карусель, выбираем здесь категорию, свитшоты. Здесь берем, здесь мы берем, пишем наш каталог, блок, все категории, и вот так вот у нас получается. Далее, V-категории, V-категории, а, это вот эта часть. Здесь джинсы, брюки, платья. Здесь мы пишем, выберите категорию. Категорию, возвращаемся назад, продукт, лист, карусель, выбрать все категории, и здесь поставим, также рекомендуем. Вот, в общем, фишка такая, что вот во всех этих блоках, где мы товары разные выставляем, он, короче говоря, в бесплатной версии только может вот все категории в хаотичном порядке отображать. Следующая, Raybon, подробности, и здесь поставить ссылку на страницу о магазине, то есть на вот эту, и сюда ссылочку воткнуть, вот сюда, все отлично. Да, и вот здесь бренды. В первый бренд загружаем Zara, например. Второй бренд, допустим, Mango, там дальше, допустим, Бешка, дальше, допустим, Дизель. Ну, сохраним, посмотрим. Итак, что мы сделали? Нам остался здесь баннер, здесь, и вообще посмотреть, как оно будет все выглядеть, опубликовать. Для того, чтобы правильно настроить главную страницу, я тут совершил ошибку, все ярлыки должны быть на английском языке. Переводите все на английский язык, переходите на сайт, в панель настроить, и тут смотрите, сейчас вам все покажу. Front page section, и, допустим, вкладки, да, вкладка называется модная одежда, допустим, мы ее называем. Одежда, и тут поехали, джинсы, брюки, платья, рубашки, свитшоты. Давайте попробуем пять категорий, сейчас здесь вверху, тут можно поставить еще, так, все, я понял, оставляем, и вот тут маркер включаем. Ну, тут можете несколько поставить, и дальше там, те же куртки, допустим, ну, так вот можете сделать. Теперь, значит, здесь все оставляем, идем дальше, продукт, карусель, не продукт, карусель, вот, в категории. Здесь джинсы, брюки можно сделать, допустим, кеды, кроссовки, туфли, все, отлично. Далее, здесь мы сделали наш каталог, продукт, карусель, здесь можно, здесь просто можно свитшоты, да, и там, например, выберите свитшот, и вот такой, такой, и активизировать слайдер, чтобы нам показывал. Также рекомендуем, здесь, значит, бренд, вот здесь, а то в магазине, а нам нужно, чтобы было написано так. Так, вот, также рекомендуем, это продукт, лист, карусель, и так, ну, можно, да, все продукты так оставить, а можем, отлично. Бренды, магазине, бренды, и давайте здесь загрузим сейчас, я еще, ну, сюда, если хотите, чтобы каждый куда-то ввел на какую-то, можно сделать, чтобы каждый ввел на определенный тег. В принципе, если хотите, можете сюда повставлять ссылки. Сюда нужно вставить ссылку для этого. Сейчас во второй вкладке открою такой, а вот он открыт сайт этот у меня. И сюда переходим, копируем, то есть я перешел по бренду, вот по бренду, копируем ссылку на Зару, и вставляем, удаляем решеточку, удаляем, вставляем здесь ссылочку. И так по остальным поставляете. И нам на главной странице, ну, помимо замены иностранных названий, нужно будет вставить баннер. Давайте, мы можем вставить баннер, сюда загрузить файл. Сейчас я загружаю два баннера, так левый пусть будет, а, или куда он, неважно, куда. Так, и, 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 и вот это, и вот это. Вот, загрузили два баннера, теперь, допустим, первый этот будет ввести на каталог с джинсами. Для этого мы берем во второй вкладке, кликаем вот здесь, допустим, по категории джинсы, копируем ссылочку, и вставляем сюда ссылку, которая идет на категорию. А здесь будут кожаные куртки, допустим. Вот они, куртки кожаные. Копируем ссылку этой категории и вставляем вот сюда. И теперь, при клике по этим баннерам, вы будете переходить в соответствующую категорию. Давайте сохраним изменения. И вот, у нас все готово. И потом мы поменяем дизайн вот этих всех иностранных названий. Все, сохранили, выходим. Все, настроили мы эту сложную тему. Продолжение следует...